2014 обещают стать непростым для свободного пространства. Театр будет принимать уже не зрители, а строителей. Пока труппа будет корректировать творческие планы и обживаться на новых площадках, здания будут реконструировать. Реконструкцию свободного пространства областные власти включили в программу празднования 450-летия Орла. На капремонт театра будет потрачено 217 миллионов рублей. В рамках этой реконструкции мы планируем привлечь 115 миллионов федеральных средств. Реконструкция театра свободного пространства запланирована на 2014 год. И это задача поставлена перед строителями, чтобы как раз развести эти моменты. И чтобы начало театрального сезона как раз не совпало с тем моментом, когда два театра будут полностью закрыты. И очень будет сложно найти подходящие площадки для трупп двух театров. Естественно, театр не единственный объект, который нужно привести в порядок к юбилею города. Еще в сентябре Юрий Парахин вместе с чиновниками и журналистами целый день потратил на объезд таких объектов. Некоторые из них, например, детсад в микрорайоне Ботаника, чиновники тогда взяли на карандаш. На тот момент подрядчики освоили 17 миллионов вместо 90. Подрядчик, конечно, внял нашим требованиям и сегодня уже достаточно серьезные темпы строительства этого объекта. То есть я не вижу сейчас проблем по завершению строительства именно детского сада на Ботанике. Орловская медицина к юбилею областного центра получит сразу несколько подарков. К открытию корпусов новостроя готовятся три крупные медучреждения Орла. Детская областная клиническая больница, перинатальный центр, Орловская областная клиническая больница. Вообще непонятна судьба бы этого здания. Если бы не хватило политической воли у губернатора это сделать, я думаю, что жители области и города должны сказать им большое спасибо за то, что он реанимировал этот проект. Что вот этот долгострой, вот это ужасное чудовище, которое было в недостроенном состоянии, наконец стали хорошим, красивым, современным объектом, за который будет нашим детям не стыдно. Мы сможем смотреть им в глаза, говорить, это мы построили, это мы создали. Многопрофильный центр из-за долгого простоя стал, пожалуй, самым проблемным объектом большой юбилейной стройки. Возводить с нуля легче, чем перестраивать то, что годами было заморожено. В один голос говорят строители и чиновники. Мы строим с вами современный многофункциональный медицинский центр, который требует совершенно других решений, чем были в 2006 году. Опасений за то, что все юбилейные объекты будут в срок доведены до красной ленты, мало того, будут укомплектованы и начнут функционировать, у чиновников сегодня нет. Дороги станут шире, здания выше, а вода чище и, главное, полезнее. За последнее будет отвечать новая станция обезжелезивания. Я думаю, та вода, которой мы сегодня пользуемся, я думаю, никого она не устраивает в городе. И мы надеемся, что именно с водом этого объекта мы, каждый из нас, я думаю, в своем крайнем видит чистую, хорошую воду. Но сегодня уже оборудование приходит, мы его растомаживаем и ставим на подготовленные уже площадки. В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию автомобильную дорогу улицы Генерал-Родина-Карачевское шоссе, ввести в эксплуатацию строительство хореографической школы и детский сад в микрорайоне Зареченский. На все юбилейные объекты потребуется сумма по Орловским меркам колоссальная. Ее можно сравнить с четырьмя бюджетами областной столицы. Утвержденный план после недавней корректировки включает 73 мероприятия на общую сумму почти 13 миллиардов рублей.